Девятое ноября 1989 года. 22 часа 30 минут. Офицер контрольно-пропускного пункта в Восточном Берлине звонит начальнику погранслужбы ГДР и докладывает, что сдерживать толпу больше невозможно. Я открываю ворота. Все переполнены эмоциями. Буквально несколько часов назад лидер Восточно-германской коммунистической партии Гюнтер Шабовский сделал официальное заявление. Отныне граждане ГДР могут свободно пересекать границу с западным Берлином. Все международные СМИ тут же облетают сенсационная новость. Берлинская стена рухнула. В Берлине по этому случаю праздник. В тот день никто не задумывался, к каким последствиям это приведет. Большинство немцев уверены, что после разрушения стены все останется как и было. Будут две Германии. Но всего через 10 месяцев произойдет событие, которое радикально изменит послевоенную карту мира. 3 октября 1990 года ФРГ и ГДР объединились. Тогда мировые СМИ преподносили эти процессы как молниеносные и стихийные. Но так ли все было на самом деле? Кто же стоял за кулисами всех этих событий? Объединение ФРГ и ГДР предшествовало заключение договора в Москве 12 сентября 1990 года. И договор этот назывался вот как. Об окончательном урегулировании в отношении Германии. А вот в истории он вошел под другим названием. 2 плюс 4, что означает буквально следующее. 2 это ФРГ и ГДР, а 4 это СССР, Соединенные Штаты, Великобритания и Франция. Этот документ прекращал действие ограничений, наложенных на Германию после Второй мировой войны странами-победительницами. Отдельным важным пунктом в этом договоре значился вывод советских войск с территории ГДР. Дело в том, что интересно, со стороны Советского Союза подпись поставил тогдашний глава Министерства иностранных дел Эдуард Шеваднадзе. Казалось бы, наша страна только выиграла от развала Берлинской стены и объединения двух Германий. Холодная война закончилась, мы вернули свои войска не только из ГДР, но и из других стран Центральной и Восточной Европы. С этим можно было бы согласиться, если бы не одно «но». В феврале 91-го года произойдет упразднение военного блока стран Варшавского договора. Затем, весной того же года, о своем суверенитете объявят сразу шесть советских республик. А уже в декабре 91-го будет принята декларация о прекращении существования самого Советского Союза. Казалось бы, какая связь между всеми этими событиями и падением Берлинской стены? Не исключено, что все это было частью одного далеко идущего замысла западных спецслужб. Смотрите далее. Почему западно-германские политики устроили в Бундестаге Демарш? Дело происходило в величайшей тайне. Знали, что что-то будет. Но когда, что и как. Кто оказывал поддержку Гельмуту Колю? Запад действует очень прагматично и исключительно в своих эгоистических целях. Кому были выгодны изменения послевоенного устройства Германии? Не могла вечно существовать разделенная Германия. Но на чьей стороне объединиться и на чьих принципах? Не пройдет и трех недель после разрушения Берлинской стены, как ФРГ на очередной сессии Бундестага Гельмут Коль представит новую программу. Тщательно выверенные формулировки представленного Колем сенсационного документа, состоящего из десяти пунктов, фактически являются призывом к скорейшему объединению двух Германий. Но как такой опытный и осторожный политик Гельмут Коль мог решиться на такое? И как на это посмотрят державы-победительницы во Второй мировой войне? Ведь на территории Германии до сих пор еще стоят их войска. Реакция из Москвы последует незамедлительно. Горбачев назовет это выступление немецкого канцлера политическим диктатом. В Париже и Лондоне всерьез обеспокоены. У них определенные опасения, вот и французов, и англичан, в отношении быстрого развития, в том числе не только в экономике, но и в военной области Германии, может оказаться достаточно опасным делом в будущем. А по другую сторону Атлантики в США царит подозрительная тишина. Отсутствие какой бы то ни было реакции дает повод для подозрения, что выступление Коля в Бундестаге заранее согласовано с Вашингтоном. Коль, конечно, опираясь на поддержку Буша, сумел пробить свою линию и пойти на ускорение процесса объединения Германии. Но зачем это нужно США? Ведь это идет вразрез с задачами и целями, которые еще до недавних пор являлись незыблемой частью послевоенного мироустройства. После окончания Второй мировой войны летом 1945 года на Потсдамской конференции страны-победительницы обсуждают послевоенное устройство мира. Главной темой становится германский вопрос. Советский Союз предлагал сохранить Германию как единое политическое целое. Это было отвергло. На что пошли западники наши, тогда англичане и американцы, это экономическое единство, которое тоже носило более-менее номинальный характер. В итоге решили, что Германию поделят на четыре оккупационные зоны. И верховная власть в каждой из них будет осуществляться и осуществляться главнокомандующими вооруженных сил стран-победительниц. С одной стороны, эта конференция подвела большую черту под сложным периодом Второй мировой войны. А с другой, переговоры в Потсдаме показали, что между союзниками имеются серьезные разноклассия. И впоследствии сотрудничество стран антигитлеровской коалиции уступает место холодной войне. С 1945 года, после окончания Второй мировой войны, мир разделился на два противоборствующих лагеря. Лагерь социализма и западной коалиции. С одной стороны, возглавляла эту коалицию США, бывший союзник по антигитлеровской коалиции, который взял курс стереть мировой политической карты Советский Союз. А с другой стороны, этому противостоял Советский Союз и так называемые страны социалистического лагеря. Вот если мы не будем учитывать, что так называемая холодная война началась моментально, практически, за Второй мировой войной, мы тогда не поймем, вот почему, что случилось. Смотрите далее. Чего боялась американская администрация после окончания Второй мировой войны? Как получилось, что вчерашние союзники СССР заключили договор с врагом? Когда на карте Европы появилось две Германии? Чем закончилась секретная миссия канцлера Коля в Москве? После войны авторитет Советского Союза как страны-победительницы в мире был колоссальным. Образовался целый ряд государств, таких как Венгрия, Чехословакия, Румыния, Болгария, Югославия и Польша, ориентированных на преимущества социалистического строя. Право на труд, очень серьезная социальная защищенность, то есть право на жилье, на бесплатное образование, бесплатную медицину, поголовное, обязательное, среднее образование, бесплатное высшее образование. Это те вещи, которые очень привлекали. США всерьез обеспокоены. Американская администрация очень боится усиления и распространения коммунистической идеологии по обе стороны Атлантики. Поэтому влияние СССР нужно подорвать. При обсуждении вопросов, связанных с будущей политикой, с Тимсом, министром, военный министр Соединенных Штатов, говорил о возможности применения ядерного оружия в Советского Союза, чтобы вернуть его в волну цивилизации. Но в 1949 году, после появления у СССР собственной атомной бомбы, США вынуждены изменить тактику. Стратегия Запада была наступательная и предусматривала конечной целью развал Советского Союза. Но устранить противника американцы хотят чужими руками. И самое главное, на чужой территории. Возникает идея НАТО, Североатлантического военного союза. Что же это за североатлантический регион? Это регион, который связывает США и Западную Европу. Причем главным европейским противником СССР по замыслу создателей НАТО должна вновь стать Германия. Точнее, ФРГ, образованная на территории западных зон оккупации. Запад пошел вначале на создание Бизонии, то есть государство, состоящее из двух зон оккупации с американцами. Потом возникло Тризония. Вот включились туда и англичан. И затем уже присоединилась и Франция. И была образована Федеративная Республика в 1949 году. Вот. В ответ, конечно, необходимо было решать как-то вопросы, связанные с существованием восточной части ГДР. И была создана ГДР. Фактически, вчерашние наши союзники заключили договор с врагом, включив ФРГ в НАТО. Но это же прямое нарушение соглашений, заключенных между странами антигитлеровской коалиции. Но США на это не обращают внимания. Североатлантический альянс создается 4 апреля 1949 года. И тогда Советский Союз решает организовать противодействие американской политике. У вас НАТО, у нас Варшавский пакт. Идею организации Варшавского договора ОВД выработали совместно генеральный секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и маршал Георгий Жуков. 14 мая 1955 года в Варшаве проходит подписание договора о дружбе и сотрудничестве между европейскими социалистическими странами, заинтересованными во взаимной помощи. По сути, Варшавский договор заключен как ответ на создание НАТО и прежде всего на милитаризацию ФРГ. Варшавский договор на долгие годы становится фундаментом военно-стратегического равновесия в Европе. Но в 80-х США собираются этот прочный фундамент подточить, чтобы добиться ослабления оплотобезопасности Восточной Европы. Американская администрация разрабатывает новую стратегию, казалось бы, парадоксальную, на первый взгляд. Первый решающий шаг в деле объединения двух Германий был сделан еще в октябре 1988 года. Тогда вновь избранный канцлер ФРГ Гельмут Коль решает отправиться с рабочим визитом в Москву. Перед этой поездкой канцлер консультируется по телефону с президентом Соединенных Штатов. В Вашингтоне опасаются, как бы в наметившемся диалоге Советского Союза и ФРГ не случилось неожиданных поворотов. После прихода Горбачева стала активно продвигаться, так сказать, мысль о либерализации, демократизации. И это было созвучно тем идеям и тем взглядам и представлениям, которые существовали на Западе в этом отношении. Коль уверен, переговоры пройдут успешно. Он ведь уже закидывал удочку по поводу экономического сотрудничества ФРГ с Советским Союзом. И даже получил обнадеживающий ответ. Михаил Горбачев написал Колю письмо, в котором говорится о необходимости новой главы в отношениях между странами. Ободренный Коль спешит в Москву, но торговые контракты это лишь предлог. Канцлер прибыл, чтобы выяснить, а как советский лидер отнесся бы к возможному объединению ФРГ и ГДР. Вот как Михаил Сергеевич Горбачев на заседании политбюро ЦК КПСС в ноябре 1988 года прокомментировал итоги прошедших переговоров с западно-германским канцлером Колем. Пока перелома не наступила. Миссия Коля в Москве фактически провалилась. Канцлер докладывает неутешительную новость американскому президенту. Советский Союз выступает за сохранение послевоенных реалий. Однако уже буквально через год ситуация кардинальным образом изменится. В ноябре 1989 окончательно рухнет Берлинская стена, а еще через 10 месяцев Германия станет единой. Что же случилось за это время? А произошло то, чего никто не мог предвидеть. В отношениях между Советским Союзом и ГДР происходит раскол. В 1988 году на встрече двух лидеров Михаил Горбачев предлагает Эрику Хонекеру. Надо перестраиваться. А те, кто не перестроятся, тому с нами не по пути. Но руководство ГДР считает, что их страна не нуждается в переменах. Хонекер очень четко видел недостатки того, что называлось перестройкой в Советском Союзе. И он очень часто в дискуссиях говорил приблизительно так, что у нас есть трудности, но ваши трудности гораздо серьезнее, чем наши. Поэтому мы не должны идти по вашему пути. Но почему же руководство Социалистической Партии Германии не принимает перестроечные веяния? Чтобы во всем разобраться, надо вспомнить, как же развивались отношения дружественных стран до этой знаменательной встречи. Дружба Советского Союза и Восточной Германии имела судьбоносное значение. Достаточно напомнить, что в ГДР размещалась самая мощная группировка советских войск. Немецкая Республика являлась форпостом социализма в Европе и важнейшим звеном организации Варшавского договора. На ГДР, как на префорондовое государство, как государство, которое воспримет первым удар при возможном конфликте, была ориентирована вся структура Варшавского договора. И ГДР была не просто нашим добрым другом и союзником, но еще и главной витриной социализма, образцом для других братских государств. Именно по этой причине на протяжении почти четырех десятилетий руководство Советского Союза вкладывало в экономику ГДР огромные финансовые и материальные ресурсы. Для бюджета нашего содержание ГДР и развитие ГДР обходилось, конечно, недешево. В середине 70-х руководители СССР и ГДР Хонекера и Брежнева связывала большая взаимная симпатия. Германскому лидеру импонировал брежневский стиль, оба были неравнодушны к торжественным церемониям и награждениям. А когда Брежнева не стало, то у Хонекера проявились амбиции на ведущую роль в мировом коммунистическом движении. С годами Хонекер стал утрачивать способность к адекватной оценке ситуации не только в Советском Союзе, но и в самой ГДР, преувеличивая собственную роль и значимость. Однако ветер перемен, подувший из Москвы, в середине 80-х охладил пыл руководителя ГДР. К середине 80-х у Советского Союза больше нет возможности помогать ГДР. Расходы, связанные с гонкой вооружений, ведением войны в Афганистане, антиалкогольные кампании, чернобыльской катастрофы, поддержкой ОВД опустошили государственную казну. Советская экономика пришла в упадок. Теперь о былой помощи братскому немецкому народу речь не идет. И Хонекер решает идти во банк. Руководство ГДР пытается за спиной Большого Брата заключить выгодные контракты с ФРГ. Одним из таких сверхсекретных проектов становится так называемый гуманитарный проект, согласно которому восточно-германское правительство осуществляло переход своих граждан на Запад за деньги. Хонекер и его окружение пополняли бюджет Германской Демократической Республики за счет фактически передачи Федеративной Республики Германии, некоторых полициклеченных, некоторых диссидентов за вознаграждение, за деньги. И эти суммы, они достигали, ну, по тем временам, довольно значительных размеров. Это были миллионы долларов, которые были весьма полезны для решения ГДР разного рода экономических, в первую очередь целей. А как вообще могла возникнуть подобная идея? С 49-го года на карте Европы появилось две Германии – ФРГ и ГДР. Они находились в постоянной конфронтации. Но эпицентром борьбы двух идеологий стал Берлин. После войны город поделили на два сектора – восточный и западный. Тогда границы между ними не существовало, и жители Берлина свободно передвигались из одной части города в другую, ходили в магазины, на работу, водили детей в детские сады и школы, навещали родственников. При этом разница в уровне жизни в восточном и западном Берлине была существенной. Многие молодые специалисты, преимущественно учителя, врачи, инженеры, стремились уехать в ФРГ, чтобы получать высокие зарплаты. Со временем это бегство приняло для ГДР катастрофические размеры. К 1961 году количество граждан, бежавших из восточной Германии, достигло 2,5 миллионов человек. Это 1,6 часть населения страны. Это больно ударило по экономике государства. Идеальным вариантом стало закрытие границы в Берлине. Стена стала одним из самых сложных фортификационных комплексов в мире. Общая протяженность – 155 километров. Смотрите далее. Кто отдал приказ о возведении Берлинской стены? Чем закончилось танковое противостояние бывших союзников по антигитлеровской коалиции? О чем договаривался Эрик Хонакер за спиной Михаила Горбачева? Есть мнение, что указание о возведении Берлинской стены в 1961 году отдал никто иной, как первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев. С этим можно было бы согласиться, если бы ни одно «но» самого-то приказа ни в архивах нашей страны, ни в Германии не существует. Зато мы нашли другой документ, а именно стенограмму переговоров лидеров СССР и ГТР, сделанную в 1961 году буквально за две недели до начала строительства. Читаем. Хрущев, у вас много убежало инженеров. Подумайте, может, нам дать вам своих инженеров, они-то не убегут. Но смотрите сами, может, это вызовет политические трудности, с национальной точки зрения, это уж решайте внутри. Но делать что-то надо. Вальтер Ульбрехт. У нас готов определенный план. Выходы из домов, ведущие в западный Берлин, будут замурованы. В других местах установим заграждение из колючей проволоки. То есть у германского руководства, оказывается, уже был детально проработанный план. И Хрущев был поставлен буквально перед фактом. Возведение Берлинской стены решило основные проблемы ГДР. Массовое бегство людей прекратилось. Хотя, конечно, в дальнейшем попытки были. Не все восточные немцы довольны перекрытием границы. Западные спецслужбы ни на минуту не прекращали пропагандистскую войну, рассказывая о преимуществах капитализма. Идеологическая диверсия, вот это было основное оружие, которое спецслужбы США очень активно вели против нас. Не забудьте, что в это время ЦРУ содержало еще огромное количество антисоветских организаций. Это Национальный Трудовой Союз, это Свободная Европа, Радио Свобода. В 61-м году дело дошло до открытого противостояния. Это был один из самых напряженных моментов Холодной войны в Центральной Европе. США никак не хотели признавать новые границы ГДР. Американцы подготовили ответные меры на возведение стены. Они решили ее разрушить. Это американский плакат, выпущенный для самих же американцев. Солдат, ты спрашиваешь, почему ты в Берлине? Чтобы берлинцы, наши союзники, а также коммунисты, увидели лучших солдат нашей армии. Чтобы защищать жизнь американцев и их собственность. Чтобы помогать западно-берлинской полиции сохранять закон и порядок. Чтобы сражаться как черт, если это будет нужно, защищая права американцев и свободный Берлин. Руководство западной зоны оккупации придавало большое значение подобной агитации. Считая ее важной составляющей психологической войны, развернутой в Берлине. Планы Вашингтона по разрушению Берлинской стены стали известны Москве. Когда колонна американской военной техники, состоящая из джипов, бульдозеров, танков, двинулась к КПП у Бранденбургских ворот, ее уже ждали. Навстречу выехали советские танки, подкрепленные пехотой. Подойдя к границе, наши танки остановились. Обе стороны разделяли не более 50 метров. Казалось, мир снова оказался на грани войны. Танковое противостояние длилось почти сутки. Но выстрелов так и не последовало. Это было просто продемонстрировано наша решимость, наша мощь, наша организованность, наши способности. И увидев это американцы, естественно, они не рискнули на то, чтобы дальше ситуацию доводить до серьезного военного конфликта. Впрочем, стена падет. Но только не в 61-м, а в 89-м. И ни танки, ни бульдозеры не понадобятся. События будут развиваться по совершенно другому сценарию. Раскол в отношениях двух дружественных государств СССР и Восточной Германии сыграет на руку их противникам ПРГ и США. Как только канцлеру Колю станет известно о переговорах западно-германского центробанка и Хонекера, он приложит все усилия, чтобы эта сделка так и не состоялась. Более того, Коль сделал все, чтобы об этих планах стало известно в Кремле. Результат не заставит себя ждать. В ноябре, когда Горбачев приехал в ГДР на празднование 40-летия ГДР, дело дошло до окончательного разрыва фактически. Вот и вслед за этим, конечно, и произошла смена руководства в ГДР. Вновь избранные лидеры ГДР не в состоянии сохранить контроль над ситуацией в стране. В начале ноября люди начинают выходить на улицы с требованием перемен и свободного допуска в Западный Берлин и ФРГ. Новое руководство направляет в Москву телеграмму с просьбой дать инструкции к действию. Но ответ буквально парализует власти республики. Совершенно секретно. Москва, Кремль. Из телеграммы правительству ГДР от 3 ноября 1989 года. Определение режима границы является внутренним делом ГДР. 9 ноября секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии Гюнтер Шабовский выступает в прямом эфире на пресс-конференции. И вся Германия, конечно, прикована к экранам телевизора, потому что должны прозвучать новые правила передвижения граждан ГДР в Западный Берлин. Но то ли Шабовский не подготовился к выступлению должным образом, то ли попросту перенервничал и не дочитал, что правила должны вступить в силу не ранее 4 часов утра 10 ноября. Поэтому на вопрос, когда же новые правила вступят в силу, немного растерянно произнес. Немедленно, похоже. Да, немедленно. Эти слова производят эффект разорвавшейся бомбой. Десятки тысяч восточных немцев, не дожидаясь назначенного срока, с транспарантами и флагами устремляются тем же вечером к границе. Демонтаж Берлинской стены стал важным элементом как раз реализации вот этого сценария сноса политического режима в ГДР, который очень похож на классический сценарий Цвета революции. Сначала полиция и пограничники пытаются оттеснить толпу, но затем, уступая массовому напору, вынуждены открыть границу. Встречать политическую демонстрацию с востока выходят жители западного Берлина. Происходящее плавно переходит в народный праздник. Ощущение счастья и братства смывает все барьеры и преграды. Через эту мгновенно откроющуюся границу, огромное количество восточных немцев тут же перебежало в западную Германию, а затем вернулось, но уже обеспечено пропагандистскими материалами, листовками, инструкциями по ведению так называемой ненасильственной борьбы и организации ненасильственных протестов. Вот именно благодаря этим процессам в Германии стал возможен Майдан, который привел к бархатной революции. Смотрите прямо сейчас, как отреагировали на разрушение Берлинской стены Тэтчер и Миттеран. Кто позволил развиваться событиям в Восточной Европе без прямого контроля Москвы? О чем договаривались Горбачев и Буш на Мальте? Мы оставили в ГДР миллиарды, а что получили взамен? Кто в тот ноябрьский вечер мог знать, как будут развиваться дальнейшие события? Как отреагируют на разрушение Берлинской стены СССР? По большому счету, военного потенциала, размещенной на территории ГДР западной группы советских войск, хватило бы на то, чтобы в одно мгновение замуровать брешь, появившуюся в Берлинской стене. Однако соответствующего приказа из Москвы так и не последовало. Политическое руководство Советского Союза, в первую очередь Михаил Сергеевич Горбачев, он, зная о тех событиях, которые были в предыдущие годы, я имею в виду Человакию, Венгрию, подавление вот этих народных восстаний, так называемых, вооруженными силами, он, естественно, понимал, что на это не пойдет. Бетонную ограду тут же стали дробить на куски и продавать туристам. Так за одну ночь Берлинская стена из грозного символа Холодной войны превратилась в огромный бесполезный сувенир. Министр иностранных дел привез мне этот кусок стены. И вместе с этим благодарность немецкого канцлера американскому народу. Для меня это хороший шанс сказать ответное спасибо. За что же президент США Джордж Буш благодарит канцлера Ферге Холле? Для Вашингтона это была победа Запада над коммунистической системой. Буш уверен, что теперь после разрушения Берлинской стены и последующая за этим процесс объединения двух Германий окончательно ослабит позиции Советского Союза. Стратегическая задача была, извините, Россию расчленить. И ни для кого не военная тайна, что нам готовили сценарий балканский, как минимум. Почему же Горбачев позволил развиваться событиям в Восточной Европе фактически без участия и контроля Москвы? На тот момент казалось вполне разумным решением предоставить немцам самим решать вопрос по объединению. В международных делах Горбачев всегда опирался на советы министра иностранных дел Эдуарда Шеварнадзе и идеолога перестройки Александра Яковлева. Они настоятельно рекомендовали советскому президенту не только не препятствовать, а самому возглавить этот процесс. Яковлев чуть раньше, с конца 50-х, а Шеварнадзе с конец 60-х, начало 70-х. Они активно работали с Западом. Яковлев был одним из двигателей вот этой перестроечной тактики, которая в итоге привела к стратегическому развалу Советского Союза. «Почитайте Крючкова». Крючков приходит к Горбачеву и говорит «Вот документальные материалы, подтверждающие, что член Политбюро Яковлев является агентом Центрального разведывательного управления». То же самое с Шеварнадзе работали в начале 70-х годов западные спецслужбы. Поэтому последующая встреча Горбачева и Джорджа Буша на Мальте в декабре 89-го года проходила в режиме открытого диалога. И хотя многие историки и политологи впоследствии назовут мальтийский саммит сдачей всех наших позиций, в действительности роль Горбачева в этом процессе все же не так однозначна. Через неделю после встречи на Мальте, выступая на пленами ЦК КПСС 9 декабря 89-го года, Михаил Горбачев говорит «Мы со всей решительностью подчеркиваем, что ГДР в обиду не дадим. Это наш стратегический союзник и член Варшавского договора. Необходимо исходить из сложившихся после войны реальностей существования двух суверенных германских государств, членов Организации Объединенных Наций». Выходит, лидер СССР придерживался совсем другой позиции по вопросу объединения двух Германий, то есть буквально противоположной той, которую ему пытались навязать западные коллеги. Но так а почему тогда дальнейшие события стали развиваться по иному сценарию? Одним из важных моментов, развязавших руки американцам, стало то, что практически все достигнутые договоренности не были зафиксированы в официальных документах. Я Горбачеву сразу говорил, что голословные обещания не решают никогда проблемы. По опыту американцы нарушают, и им ничего не стоит это делать. Даже договоры, которые стоят в подписи по государственной печати. Когда им выгодно. Чем дальше развиваются переговоры по германскому вопросу, тем слабее становятся позиции Советского Союза. Министр иностранных дел Шеварнадзе, на которого возложена переговорная миссия, казалось бы, должен неукоснительно следовать указаниям Кремля. Но он делает все с точностью до наоборот. При всей, так сказать, жесткости своей позиции, он считал, что надо идти навстречу и западным государствам. Вот эта вот мысль, она играла, в общем, достаточно негативную роль в его последующих действиях. В феврале 90-го года правительство ФРГ во главе с Гельмутом Коллем форсирует объединение Германии. Вашингтон все активнее поддерживает быстрое воссоединение страны. Высказаны определенные обещания со стороны Запада, что в ущерб интересам и военным интересам Советского Союза ничего делать не будет, что НАТО продвигаться на восток не будет. А что же Франция и Великобритания? Какую позицию они занимают теперь? Сопротивляться тем решениям, которые были рекомендованы Бушам, ни Миттеран, ни Тетчер, ни Стали. Миттеран как-то говорил, когда его спрашивали, почему он меняет эту точку зрения, и сейчас выступает уже за. Он говорил, что я не могу сказать нет, если знаю, что мне так или иначе в будущем придется сказать да. Вот это вот его высказывание сыграло свою роль. 31 августа в Восточном Берлине подписан договор об объединении ФРГ и ГТР. 3 октября 1990 года немецкая нация снова стала единой. Как говорила наша подруга немецкая, я легла спать гражданкой ГТР, а проснулась гражданкой ФРГ. И никто меня не спросил, хочу ли я этого. Это была аннексия. Поглощение, мгновенное причем, мгновенное. Казалось бы, демократия в деле. Две страны сами определяют свое будущее. Но в действительности для Советского Союза это означало реквидацию подздамских соглашений и вывод советских войск с территории Германии. Таковой стала новая реальность, в которой как-то надо было учиться жить. Падение Берлинской стены ознаменовало конец Холодной войны. И для мирового сообщества это стало символом единения Европы. А скоро объединение двух Германий праздником для всех немцев. И с этими фактами нельзя не согласиться. А для СССР оценка этих событий неоднозначно. Он утратил свое былое геополитическое значение. Развалился Совет экономической взаимопомощи, организации стран Варшавского договора. Да скоро развалилось, как карточный домик, и само социалистическое содружество. Ну, наверное, виртуозная дипломатия западных коллег достигла своего результата. Нам еще во многом предстоит разобраться, узнать все хитросплетения этого плана. Остается только дождаться, когда откроются секретные архивы. Но откроются ли они? Продолжение следует... Продолжение следует...